Айнард Фяйн, жители Империи, с вами Нильфгардец, и сегодня я приготовил для вас долгожданную колоду гармонии на двойной воде Бракелона. Но, прежде чем мы начнем, поддержи Императора, поставь лайк, подпишись на канале в Ютубе, Твиче и Трово, и конечно же, поддержи Империю Чеканным Флорином по ссылке в описании к ролику. Также, из-за угрозы блокировки Ютуба, я приглашаю всех на мой Телеграм, где вы узнаете последние новости канала. А чтобы всегда пользоваться Ютубом даже после его блокировки, поставьте себе VPN. И лучше всего воспользоваться услугами старейшей компании на этом рынке, ExpressVPN, которая специально для всех нильфгарцев дает 49% скидку на годовое подключение и в дополнение к годовому абонементу дает вам еще 3 месяца в подарок с возможностью вернуть деньги в течение 30 дней, если вас что-то не устроит. Чтобы воспользоваться этим предложением, перейдите по моей ссылке в описании к ролику. И помните, на нашем канале временно нет монетизации, поэтому, смотря мои видео через VPN, вы помогаете нашей Империи. Итак, в качестве обилки лидера мы берем стремление к гармонии. По приказу создаем и играем Дану Меатх, который является реликтом, обладает гармонией. Далее проклятый свиток, чтобы выкручивать нужную карту. Тайны Локфейн, новые сценарии открываются картами гармонии, любыми картами гармонии. В прологе создает Стража Озеро, усиливают ее на количество отрядов с КТЛ в стартовой колоде с уникальной категорией. Первая глава, играем отряд с КТЛ, усиливаем, ну, каждый сыгранный отряд с КТЛ на силы равное количеству категории. Вторая глава, играем карту Локфейн, сопряжение. Оно создает бронзовый отряд с КТЛ с основной категорией, которой нет в нашем распоряжении. Далее, они Романтия, играем любую карту из нашей колоды дважды. Вода Брахелона, создаем двух молодых Дриад на пять силы, кстати, они изменились уже. Гезрос из Лейды прыгает из рукопашного в дальнобойный ряд. В рукопашном он убивает отряды противника, он уносит урон в рукопашную ряду противнику, в дальнобойном наше усиливает. Франциск Финдебаир, счетчик 2. Когда счетчик у нас обнуляется, мы создаем последнюю отыгранную особую карту. Но мы должны создать воду Брахелона. Королевский УК сыграем отряд из нашей колоды. Мерлуццо наш защитник. Фувая при размещении играет карту природы из колоды. Страж озера. Закатный Аспект обладает способностью Гармония, плюс бафается за... Ну просто, ну в общем, его Гармония активируется в руке и в колоде. Персиваль Шутенбах, Гармония 2. Антерион Гармония, плюс по приказу накидывает Гармонию дружественному отряду. Охотник Полуэльф. Гармония при размещении создает эльцского ловчего в этом ряду. Краснолюцкая Колесница. При размещении в рукопашном усиливаемое на 4 единицы добавляем 2 брони. Либо, если в дальнобойном, то создаем 2 громил в рукопашном ряду. Далее, Молодая Дриада. Просто Гармония обладает. Сапер врихит наше очистка. Краснолюцберсерк, Баррикада, ну наносит урон, отнимая у нас броню. Брошенная девочка. Просто человек 4 за 4, но по приказу обращается в юную дриаду и получает выносливсть на то, сколько у нас дриад в ряду. И это очень здорово сочетается с двойной водой Бракелона. Далее, Адепты Школы Кота. При размещении в рукопашном ряду добавляют коротечение на столько ходов, сколько отрядов в ряду противника. В дальнобойном ряду накидывает нам выносливость. Ну, также на столько, сколько отрядов. Хамелеон. При размещении этой карты мы добавляем ее на 100 со случайной основной категорией скетелей, которой нет в нашем распоряжении. По приказу повторно играем карту и уменьшаем ее изначальную силу на 1 единицу. Дубовик. Ну, у нас преданности нет, поэтому мы будем, скорее всего, им активировать только гармонию и создавать вторую копию в дальнобойном ряду, чтобы ведьмачок прыгал и усиливал ряд задний. Вот. Ну и, по большому счету, вот такая у нас сборочка получилась. В чем основной смысл? На самом деле, здесь я пытаюсь сделать то, что было 2-2,5 года назад. А именно, двойная Франциска Финдебаир. Для тех старичков, которые давно уже в Гвинте, они, наверное, уже вспомнили молодость, для новичков, поясняю. Раньше в Гвинте была обилка, которая называлась, там что-то там, по-моему, так и называлась, то ли дар природы, то ли что-то в этом роде. В общем, смысл в том, что мы отыгрывали особую карту и с обилки лидера, особую карту с КТЛ, по-моему, и с обилки лидера мы отыгрывали ее из сброса. Таким образом, мы могли в один ход сначала отыграть воду Бракелона, потом с обилки лидера второй раз в воду Бракелона. Вот. Ну, теперь мы можем это сделать с помощью Франциски Финдебаир. И, кстати, именно так мы и играли раньше через Гармонию. Именно такая двойная вода Бракелона, потом Защитник, потом там уже пошли остальные карты на Гармонию. Сейчас мы пытаемся сделать примерно то же самое. Почему мы не могли этого сделать раньше? Потому что, ну, карт Гармонии было, ну, грубо говоря, конечно же, ну, в среднем, возможно, достаточно для того, чтобы что-то такое провернуть. Но от патча к патчу, от дополнения к дополнению, они становились все слабее и слабее. Теперь мы получили достаточно много хороших, сильных карт Гармонии, плюс самое главное сценарий, поэтому мы возрождаем Гармонию. Как же мы играем? Начнем с самого главного, с основной нашей комбинации. У нас должна быть Франциск Финдебаир и Королевский указ. Фуэ и вода Бракелона должны быть в колоде. Что мы делаем? Ставим Франциску, ход пропускается. Мы можем сначала, например, ставить Защитника, потом Франциску, либо сразу Франциску, если мы уверены в том, что нас сильно не законтрит. Далее у нас идет из руки Королевский указ, потом мы играем Фуэ из колоды, а Фуэ мы достаем воду Бракелона. Таким образом, мы за один ход дважды отыграли особую карту. Последней особой картой была вода Бракелона. Франциска, ну, отсчитала счетчик 2. И, соответственно, мы создали 2 воды Бракелона. Одну играем из колоды, одну создаем через Франциску. И мы получаем 4 молодых Дриад. Того 20. Далее у нас идет, по идее, Защитник. Мы их всех защитили, этих Дриад. Следующим ходом. Ну, и потом мы, грубо говоря, если можем, играем через сценарий, ставим сценарий и играем оставшиеся карты на активацию сценария, то есть те, которые имеют гармонию. А потом все это добиваем оставшимися картами, которые просто активируют способность гармония. При этом идеальный вариант, ну, это второй или третий раунд. Если у нас еще есть Гезрос, мы ставим Гезроса. При этом все это мы ставили, например, в дальнобойном ряду. Ну, и Гезрос начинает прыгать и усиливать наш дальнобойный ряд. При этом мы продолжаем активировать способность гармония. Это наша основная комбинация. Вот, это наша основная комбинация. В чем проблема, на самом деле? Проблема в том, состоит, как взять первый раунд. Можем ли мы его взять? Легко, на самом деле. Можем взять его через сценарий. Сценарий в первом раунде может дать нам от 35 до 55 я играл. В среднем заметил, что вот такой вот у него диапазон сценария в первом раунде. Но если мы его играем в первом, то, ну, грубо говоря, лучше, конечно, идти во второй, когда противник еще не все карты нашел. У нас все есть. А у нас есть там и Франциска, и Ведьмак, и Королевский указ. Если эти три карты есть, то можно уже второй раунд играть, даже если мы будем в минус карте. Вот. Ну, грубо говоря, мы отыграли сценарий, отыграли там какую-то бронзу на сценарий, что-то сделали, скорее всего, взяли первый раунд. Либо второй заход. Через Шутенбаха и всю бронзу, что у нас есть, если у нас еще есть Антерион. Грубо говоря, первый раунд ставим Шутенбаха, потом Антериона, Шутенбах бафается, Антерион есть. Потом, желательно, Охотника полуэльфа. Он бафает два предыдущих, Антерион в Ловчево кидает Гармонию. Итого у нас уже четыре карты. Потом, допустим, у нас идет либо Дриада из руки, либо Хамелеон. Да, и просто начинаем уже Хамелеоном играть. Ну, и можем тоже взять первый раунд. Вот. Я, кстати, часто вот уже сейчас играл, замечал, что многие играют именно сценарий в первом раунде. Можно сделать такое. Но против Нильфгарда, конечно, мне кажется, особенно на Сектантах лучше попытаться зайти через вот это все. Если мы видим, что первый раунд они проседают, пытаются Дьяконов играть и проседают по очкам, мы можем взять первый раунд, переходим во втором. Во втором мы уже играем через сценарий. Но Франциску у Кассы и Фуэи в воду желательно тогда держать до третьего раунда. Возможно. Возможно. Почему? Мы можем отыграть третий короткий раунд на там 3-4 карты. Какие это будут карты в итоге? Нет, ну, допустим, мы вот эти две оставили. Три взяли, и того будет пять карт. У противника тоже пять карт. Возможно, один сценарий. Окей. Сценарий это будет балл. Ну, окей, ладно. Ставим Франциску. Первый ход. Второй ход мы прокрутили. Дриад. Еще два хода на то, чтобы активировать им гармонию или еще какие-то карты с гармонией поставить. Либо этого Ахамелеона. Ну, и последний ход. Страж Озера. Закатный аспект. Ну, он может быть в районе 15-18 силы. Очень сильный может быть. И добивающий такой вариант. Если Нильфгард уже отыграл сценарий на пятом ходу, то у него, возможно, уже не хватит силы, чтобы все это перебить. Как вариант. Вот. Но так или иначе, нужно смотреть, подстраиваться под противника. Ну, вообще, этой колодой можно взять первый раунд и идти в средний второй, и выиграть средний второй раунд как раз-таки через двойную Франциску. Ну, то есть, через двойную воду Брекелона и Ведьмака. Вот. Поэтому колода совершенно, на мой взгляд, все-таки, с одной стороны, классическая классика, да, выдержанная. А с другой стороны, достаточно сильно отличается от всего того, что сейчас бы насобирали в гармонии. Да, там играют не через Ведьмака и вот этого. Там играют через этого... Через Золтана я видел. Через больше краснолюдов. Но здесь я попытался сделать что-нибудь особенное, что-нибудь интересное. И я надеюсь, что вам понравится новая колода гармонии. Я лично счастлив, потому что, наконец-то, наконец-то можно поиграть в гармонии. Мы так давно этого хотели, и мы это получили. Поэтому, дорогие друзья, не забудьте поддержать это видео лайком и комментарием. Поставить лайк этой колоде на сайте Гвинта. И поделиться этим видео в социальных сетях. Ну а теперь, пришло время испытать эту колоду на поле битвы. Вперед, сыны Нильфгарда! Сейчас посмотрим, чья гармония более гармониста. Так-с-так-с-так-с-так-с-так-с. М-м-м-м. Раз, два, три. Шутенбах! А, понятно. Так, ну у него еще, по идее, два яда осталось. Это древень и самодряда. Какая вероятность того, что их там есть? Кем я была, не помню. Чем достойно? Ну, неплохо. Неплохой заход. Тебе уже конец. Неужто там древний? Танцуй со мной, м-м-м! Так, подавим его. Посмотрим. Давайте вытащим у него яд, если он есть. Угу. Так. ведь ведьмака что нет а нет ведьма вы ведьмак не перед кем и вот и и религи раз два три как бы 4 у нас плюс 4 у него 1 2 3 4 5 у него плюс 5 плюс 5 мы 3 6 7 8 8 4 12 12 плюс 5 17 17 мы делаем 17 мы его догоняем и еще вот это давайте попробуем рискнем всяком случае прожмем его как следует мне тоже птичка есть вот чем съесть а теперь смотрим 1 2 3 4 минус 4 70 с лишним если сюда посмотрим так но у нас только древень остался и человек древень и человек так точно и человек нигде нету а ну да у блин уже единич ладно заставила последнюю карту отыграть тогда вот они так так я так так да есть раунд наш сейчас посмотрим что зайдет еще так мы весь его актив по сути дела вытащили да давайте смотреть я да нет две штуки шутен бах нету драконьихи остался только сценарий да так пусть он в минус карте играет и мы будем под него ходить в таком случае может у него там хотя нет стоп ну не факт что не вот это большая карта на 11 а вот этого самого вытащили все ясно отлично отлично о то что надо то что надо ну почти так я не хочу больше ничего мини блин нам бы еще этого так стоп а а вот сценарий так девочка красную девочку нет по о то что надо нет это не ты это я ну сценарий а нет жара ну тем лучше для меня ладно не получилось так не получилось делаем так сейчас он сценарий ставит нету стоит он стоит в воду нет это я это я давай троечку зов природы точно не сценарий сценарий он не нашел наш противник не у него еще до приказ ясно понятно мне еще вот что нравится здесь так это то что мы сценарий можем активировать с помощью обилки лидера ну слушайте мне нравится эта новая гармония наверно буду только ей и играть ну да вот у него на 14 у нас на 18 блин не дал до играть что такое не дают до играть и все ну сами считаете вот схема ну как минимум плюс еще 18 того мы имеем 79 да мы его перебили наша гармония была сильней да ну что ж играем против симбиоза это хорошо это не надо так и мы делаем первый ход играйте сделаем пока так но в любом случае надо будет перебивать я видел кстати как некоторые начинают почему-то со сценария но мы сейчас попробуем не так сделать так сердце рапорт дождите а его нужно будет призывать чем пиром пошел захочешь а он же по приказу забирает приказу обман повтор что он его играет смысл а там ближе со мной ближе ближе такс 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 но это кстати тоже прикольно что он в 777 симбиус накидывают хорошо но он без кота остался ну окей ладно тянется дать и так сделаем числе бы пас либо не пас но видимо хочет захочет затащить первый раунд но как-то не и кощей а я понял это будет через этого через хотя нет стоп нет как шам шабаш не получится фигня так что прилетелся ладно но кей ладно и что он дальше будет делать все прокрутку и тут осталось колоде просто ножницы кей ну допустим так окей вот он призывал так вот так да это очень сильно ну да ладно если он прям так сильно хочет играть пожалуйста нам сейчас главное чуть вот этот указ найти все так последний ход окей нас остается омега усилим перри усиленная даже сказал франциско так ладно осталось только получить дариат и отлично так нет отлично слушайте все зашло что надо зашло все сейчас будет разгром меня чуя думаю что я не сомневаюсь в своем поражении грядущем окей так space квест так это как будто натер какой-то или что чуть в чем смысл мне кажется просто слишком уж сильно переиграл когда первом раунде пошел лишь через кащея самого x видимо у него ничего не осталось ну и дух лесу а ну и там конечно же будет это и ирди на ну как-то так ну симбиоз мы разнесли отлично там учу с ниль гардер играем ух 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 я в единстве с природой а ты я не в победе иначе не скажешь мне кажется это такая классическая колода вот это вот обыкновенная там на двойной игре это всякая фигня еще непонятная интересно что мои селка так что тут у нас давали долг разводу вашу руке добавлять не выхожу с удовольствием красную дугу да но у тебя нет такой прям уж гармонии чтобы что-то тут делать так что у нас отлично со мной сражаться словно с голым задом кататься на еже так ладно сейчас сотворит обилку чуть вот такое крутое сделает да согласен так ну окей далее королевский указ зеленая женщина множество зеленых женщин ну и все и поехали ух 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 ночь но покажи что у тебя есть не кольви ты ничего там не было так что ладно шутен бах окей но мне тут дальше льга чтоб до этого не добрался но удар милосердия может есть туда попрыгунчик хочет сделать давай только не девятку вот давай не девятку спасибо и ладно крат а нет у нее больше ходов да ё-моё да когда вот почему людям так везет я понять не могу вот почему когда я играю вот у меня никогда вот так не получается просто кошмар какой господа чужак так машина че у нас еще остался дракон у нас еще остался еще дракон мне кажется а древень еще на 40 вот 40 разница что ты сделаешь покажи покажи свои силы так удары же уже нет нет чё давай еще одного попрыгунца сделай а нету на 18 давай 40 давай покажи свои виды или чего у тебя там есть готов поспорить что мы рядом сейчас будет нет ахаха чародий убийца так а сейчас ирдан до 20 30 разница вот 30 он сможет перебить или нет не интересно а нет не смог не сможет ну на волосок 6 очков вот почему людям так везет я не понимаю мне никогда такого не прием не получается что на тебе подкуп на тебе сразу вот эту всю фигню просто жесть мне всегда бронза какая-то дерьмовая лезет и на этом жители империи пора заканчивать лорайф кирза и подписывайтесь на канал ставьте лайки и делитесь этим видео в социальных сетях с вами был ниль гордец до новых встреч